Вперед, хватать ружьёй расписываться. Здесь собрались все свободные люди, которые хотят высказать своё мнение по поводу отношения отдельных чиновников и к дендерарю Вавиловым, который мы третий год пытаемся защитить от застройки. Надо сказать, решительное нет со стороны и самих жителей города и всех остальных нормальных людей, которые понимают, что застроить можно всегда и всё. Но мы обязаны оставить нашим потомкам нашу культурное историческое наследие. Вы все знаете, что в 2006 году началась борьба за сохранение дендрарии, даже ещё раньше, когда начались покушения на земли этой уникальной коллекции генофонда декоративных растений для всего Северо-Запада. Специалисты-дендрологи находят, что в дендросану осталось более 200 видов разнообразных растений, особенно устойчивых в нашей городской среде. Даже не все они присутствуют в коллекциях Лесотехнической Академии Ботанического Сада. Великолепная коллекция сирени и так далее. Вы знаете, что наш профильный комитет, комитет по благоустройству, к стыду моему как специалиста и коллеги, привёл к полной разрухе станции. Станция была трижды ликвидирована как организация. Однажды реорганизована в ООО «Сирень», потом был построен дом для сотрудников управления ООО «Сирень». Сокрыли и вернули в государственную собственность. Сейчас речь не об этом. Застройщики в лице фирмы «Ракурс» снова проявляют невероятную активность. Они судятся. Они предъявляют претензии на земли, которые, видимо, когда-то им были обещаны. А наш комитет по благоустройству, к стыду опять-таки, всех игнорирует, все обращения. Ещё в конце 2009 года была создана концепция по возрождению, по организации Тендрологического парка-музея в памяти Николая Ивановича Вавилова с сохранением этой греколепной коллекции. Всё уже создано. Ведущие специалисты города, родственные предприятия поддержали эту концепцию. Все обращения в Крофильный комитет, в Комитет по экологии, в Комитет по культуре застревают. Чиновники либо отвечают по типу «казнить нельзя помиловать», либо вообще не отвечают, либо документы эти теряются. И поэтому сегодня я обращаюсь к вам с просьбой не оставаться равнодушными, подписать письмо, которое уже непосредственно к губернатору города пойдёт, потому что нельзя тянуть. Станция, ну, я по-старому называю станцию, территория бывшей КСОС признана ещё в декабре 2009 года. вновь выявленным объектом культурного наследия. И за два года ни один из комитетов не внёс ни одной бюджетной строки в то, для того, чтобы привести её в особо охраняемую природную территорию. Чтобы этот статус был, как говорил профессор Преображенский, вот такую бумажку мне дайте, чтобы никто никогда и ни при каких условиях не посмел покуситься на эти земли. Сейчас этого статуса всё ещё нет. А комитет письмо, скажем, декабря прошлого года в феврале отвечает и переносит встречу на четвёртый квартал этого года, заранее вычёркивая целый год возможности что-то изменить. Видимо только гражданское общество, общественность и люди неравнодушные смогут помочь сдвинуть это с мёртвой точки. Поэтому я призываю вас оставить свои подписьки в поддержку и защиту дендрария. Нельзя швыряться богатством, которое невозможно восстановить. Это невосполнимая утрата будет, если там начнётся строительство. Деревья погибнут. Наш гидрологический режим не позволяет резких вмешательств в существующие экосистемы. Вы об этом прекрасно знаете. Ручьи под землёй текут у нас веками. И проходя в вокзале Пушкинска, вы знаете, какую бы гидроизоляцию не делали, сочится, струится вода. Точно так же и здесь. Деревья прижились, приспособились перенести тяжелейшие зимы всего 20 века. Мы отдавали эти семена в питомники. Это может быть в городе. Город оскудел по декоративному убранству. Мы сажаем немецкие липы, клёны, посмотрите, около собора. Они забинтованные стоят. С них нельзя снять обмотку мешковины, потому что они не приспособлены к условиям жизни на северо-западе. Поэтому, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Давайте мы вместе спасём дендрарий. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok